Девочки, сегодня готовлю самый быстрый завтрак в формочках. Готовлю для кето-диеты. Здесь я уже перемешала 6 куриных яиц, немножко соли и черного молотого перца. Тут подготовила те продукты, которые буду закладывать в этот омлет, в эту яичную смесь. Тут у меня немножко шампиньонов, сладкий перец, помидорка, это колбаска домашняя. Здесь у меня зелень, петрушечка и бланшированная цветная капуста. Разобрала ее на соцветия, на мелкие, залила крутым кипятком и в течение 3 минут проварила. Сейчас всю эту красоту меленько нарезаю, закладываю вот в такие вот у меня есть креманочки. Их можно использовать как для духовки, так и для микроволновки. И заливаю яичной смесью. Сверху еще присыплю тертым сыром и отправлю запекаться. Я уже все подготовила, порезала все свои ингредиенты. Сыр у меня был в палочках, вот такой сулугуни. Я его просто меленько порежу. Если у вас будет твердый сыр, то его натрите на терку. И в каждую креманочку, в каждую форму для запекания добавлю сливочное масло, пару кусочков. Теперь осталось дело за малым. Все разложить по формочкам и залить яичной смесью. На дно кладу цветную капусту, затем шампиньончики мелко порезанные, затем сладкий болгарский перец, у меня желтого цвета. Если у вас будет цветной, будет еще красивее на срезе, красиво будет смотреться. Но это совсем не важно. Сладкий перец болгарский можно брать любой. Вообще можно брать абсолютно любые те овощи, которые у вас есть в холодильнике, которые вы предпочитаете употреблять на кето-диете. И сверху колбаску и помидор. Колбаску такую мы готовим сами. Я знаю, какой у нее состав, поэтому не переживаю. Если у вас будет магазинная, то, конечно, читайте упаковку, чтобы в ней не было запрещенных продуктов для кето-диеты. Разложила я помидорки. Теперь добавляю сыр. У меня сулугуни в палочках порезала мелко. Можно использовать моцареллу или любой другой твердый сыр, натертый. Вот у меня сегодня такой. Как говорится, что есть, то и добавляю. Получится очень быстро и вкусно. Какие завтраки можно варьировать. По вкусу они будут разные, если добавлять разную начинку. Можно и бекончик, и все, что хотите. Итак, теперь осталось добавить сливочное масло и залить с яичной смесью. Теперь отправляю все это запекаться на 20 минут при 180 градусах. Девочки, посмотрите, какая получилась у меня красота. Очень вкусно. Аппетитно пахнет. Готовилось все очень быстро. У кого есть микроволновка, можно приготовить и в микроволновке. И время приготовления значительно сократится. Буквально за 10 минут все уже будет готово. Такое блюдо можно кушать прямо отсюда, из таких вот формочек, которых запекались. Или же подать отдельно на тарелочку, добавив еще свежих овощей. Посмотрите, вот как все хорошо пропеклось. Все хорошо отходит от стеночек. Легкий, такой быстрый, сытный завтрак. В дополнение к нему можно добавить бекон. Если хотите поджаренный, если хотите соленый. Это уже на ваше усмотрение. Желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Я разрезала пополам, чтобы показать, как это выглядит внутри. Все очень красиво и аппетитно. Даже те грибочки, которые я нарезала свежими сырыми шампиньончики, тоже пропеклись. Вот такая красота. Всем приятного аппетита еще раз.